Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день, дорогие друзья! Благодарим вас за готовность к участию в нашей стратегической сессии. Сначала несколько технических моментов. Мы, во-первых, очень рады всем участникам. У нас участники из семи городов Российской Федерации. Если сейчас у нас в Наринске 12 часов, то в Москве 8 утра, а в Южно-Сахалинске уже и 16 часов, уже практически наступает вечер. Мы будем работать с вами также в смешанном формате. То есть у нас будет много выступлений в Зуме, но мы их все увидим и сможем принять участие также в их обсуждении. У нас будет много участников, которые есть в Зуме. И я обращаюсь к ним и хочу сказать, что мы с удовольствием узнаем про ваши вопросы и комментарии, но просим их писать в чате общего Зума с ссылками, которые у вас есть. И мы постараемся обязательно ответить. Мы, поскольку у нас большое количество докладчиков с очень интересными и важными докладами, мы приняли решение, что мы не будем прерывать докладчиков вопросами, а мы в конце каждого блока расписания у вас есть дадим время для того, чтобы задать вопросы и как-то отнестись и обсудить. И я с удовольствием передаю слово первому заместителю, директору агентства развития «Нариска» Роману Куляну, который будет вести эту панель. Коллеги, здравствуйте. Всех приветствую. Мне в сегодняшнем мероприятии будет Антон Михайлович Лосухин помогать. Он, собственно, будет расследить за регламентом и за чистотой дискуссии. В целом я блоково обозначу, наша программа разделена на четыре основные части. Первая часть – это тренды развития территории. Мы обсудим будущие изменения, приоритеты и роль основных участников в процессе. Вторая – это создание необходимой инфраструктуры. Как основы для новых производств пообщаемся с руководителями индустриальных парков из различных регионов. Собственно, третья наша часть – это перспективные проекты цикличной экономики. Это блок с участием бизнеса. Собственно, в этой части мы обсудим различные технологии переработки отходов, варианты повторного использования на базе полученных ресурсов. Ну и, собственно, мы также поговорим о тех видах строительных материалов, которые востребованы на территории и которые можно производить у нас в городе с использованием нашей богатой минеральной сырьевой базы. Ну и отдельные акценты мы будем делать на том, как эффективно увеличивать добавочную стоимость тех локальных продуктов, которые у нас на территории могут производиться. Собственно, заключительная часть – это работа в группах. Мы обменяемся практикой, будем стараться учесть мнение каждого из экспертов в ходе нашего взаимодействия. И, конечно, все ваши пожелания будут учтены в системных документах, которые разрабатываются сейчас по инициативе Агентства развития Норильска совместно с администрацией города, с представителями региональных органов власти и с подключением ресурсов в законодательных органов власти и так далее. Собственно, перейдем к представлению участников нашего мероприятия, участники первой сессии. Сегодня с нами Дмитрий Владимирович Карасев, глава города Максим Николаевич Миронов, директор Агентства развития Норильска. С нами, коллеги, у нас смешанная форма мероприятия. С нами в онлайн-формате сегодня Караченкова Анна Валерьевна. Лично присутствует Рожковский Александр Юрьевич, не представляя Департамент цифровых технологий. Сейчас, понимая, меняется немножко название – технологические инновации. Компания «Норильский НИК». С нами Арапов Георгий Константинович, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Семенов Юлий Алексеевич, начальник управления промышленной экологией заполярного филиала «Норильский НИК». Дмитрий Васильевич Федоров, директор некоммерческой организации «Зеленая цивилизация», в прошлом – министр природы и цикличной экономики Ульяновской области. Также непосредственно эксперт, которая занимается подготовкой к концепции устойчивого обращения с отходами на территорию. И к нам через минут 10-15 подключится также Анна Владимировна на утренний рейс, поэтому примет также участие заместитель министра экологии, рационального природопользования в Краснодарском окраине. Коллеги, предлагаю начать. Я тогда, Дмитрий Владимирович, первое слово, если позволите, я передаю вам. Существительное слово на пустые мнения об инициативах. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Я рад приветствовать представителей из Государственной Думы, Законодательного собрания коллег. Мы не так давно встречались и обсуждали, в том числе и сегодняшние вопросы, которые являются очень важными для нашего города Норильска. В целом, развитие цикличной экономики это перспективное направление, которое мы хотим реализовывать в нашем арктическом городе, хотим стать передовой площадкой, так сказать, пивотной площадкой, которая реализует эти проекты. Мы в этом направлении активно уже движемся с компанией «Виски Никель». Немало известный всем серный проект, который реализуется на территории города. Это уникальный проект за пределами арктической зоны и уверен, что он в скором времени будет реализован. Помимо этого, хочется отметить еще и муниципальные проекты в рамках муниципальной программы экологии и экологии, которые нарушают следы. Мы уделяем этому направлению тоже большое внимание, вкладываемся всеми возможными ресурсами для того, чтобы привести нашу территорию в тот вид, который необходим нашим горожанам, я имею в виду тот накопленный вред, который здесь присутствует. Мы с ним боремся ежегодно и уделяем этому особое внимание. Хотелось бы сегодня мне лично услышать те интересные проекты, направления, тенденции, развития, активизации ПКО, твердопутовых отходов, осединения территорий, обменяться опытом, который есть на других территориях, и чтобы можно было применить на Ирске. Это очень важно для меня непосредственно. Уверен, что мы услышим новые наработки, которые можно будет взять себе в работу, потому как хочется отметить здесь, что мы активно тоже вместе с Агентством развития, с компонентом и снижением прорабатываем сейчас и техническое задание, и в целом концепцию развития на территории системы переработки ТКО. Мы стремимся к этому, уверен, что в ближайшем времени мы можем похвастаться какими-то сдвигами в этом направлении. Главное, уверен, что есть желание, а в остальном все получится. Это желание не только у властей города, и бизнеса, и структур, профил, присутствующих на территории. Это пожелание граждан, прежде всего. И мы это пожелание, во что бы то ни стало, обязательно выполним. Поэтому я благодарю организаторов за возможность сегодня отменяться этим бесценнейшим опытом в направлении развития цифричной экономики. И желаю вам всем, нам всем, успешной статистической сессии и новых, так сказать, познаний, новых открытий в развитии этого направления. Спасибо. Друзья, хотел бы немножко еще дополнить. У нас в рамках формата предполагается после каждого блока выступающих блок вопросов-ответов, поэтому можно будет задавать вопросы. Видите, кто-то ведет. Следующее слово хотел бы передать Максиму Николаевичу Миронову. Максиму Николаевичу, я уже отчасти затронул тему стратегических документов, над которыми работает Агентство развития Норильска и их инициирует. Можете немножко поподробнее рассказать о подходах в части разработки проектов и вообще о, что называется, ставках в развитие города, которые с дальним горизонтом? Спасибо, Роман. Добрый день, коллеги. Я очень признателен, что нашли время в своем плотном рабочем графике и в течение двух дней мы будем вместе с вами работать над двумя важными проектами. Особенно благодарен ребятам, которые приехали из других регионов. Мы знаем, что судьбы у них близки, но вы знаете, тема, которую мы будем обсуждать в течение этих дней, она, по мой взгляд, выходит за рамки, за границы города Норильска. Она важна в целом для страны, особенно для городов, которые расположены в архитической зоне. Постараюсь объяснять, почему. Мы будем говорить о двух серьезных проектах. Это создание в Норильске эко-технопарка, то есть это комплекс мероприятий и мастер-ступкиных объектов, которые мы планируем построить, которые будут решать вопросы и организовывать именно устойчивое обращение с твердокоммунальными отходами и промышленными отходами. Второе направление – это индустриальный парк, и его основная задача – это создание тоже комплекса организаций, мероприятий, площадок, на которых будет производиться, мы говорим, индустриальный парк со строительным классером, на котором будут производиться различные виды строительных материалов. Почему это важно для города и в целом для арктических городов? Потому что мы знаем, насколько сложна логистика, насколько высока себестоимость строительства здесь, в Норильске, в других арктических городах. Именно производство локальных строительных материалов, учитывая, что у нас реализуется комплексный план, это архиважно для нашего города. И, как и кед от такого проекта, мы видим, что впервые в истории Норильска себестоимость строительства одного квадратного метра хотя бы будет неубыточной, потому что на сегодняшний день это примерно в 2-3 раза дороже, чем его рыночная стоимость. То есть строить в Норильске всегда было неубыточная специальная история и до сих пор еще более неубыточна в условиях рыночной экономики. Поэтому те огромные средства, которые выделили компания Норильске, в Нителе, с федерального бюджета дополнены, это все история 10-15 лет, но строительство там сотни, чуть больше зданий, ну и серьезная работа по ремонту корректорного хозяйства дорог. А в это же время будет происходить у нас все равно выбывание новых еще зданий, в которые сейчас ресурсы подходят. И бесконечно же нельзя, наверное, думать о том, как городообразующие будут строить дома и федерации помогать. Город должен запустить какие-то процессы, технологии, которые позволят городу, так скажем, поставить на ноги то направление важное, за счет которого города живут. Мы говорим о строительной индустрии. Вот как раз проект эко-технопарка, индустриального парка будет между собой серьезно связанный. Мы планируем, что в этой же связке будет работать и мы запустим научно-технический центр, как со временем называется, РИД-центр, который будет создавать и опробовать новые технологии. Так вот, производством новых строительных материалов локальных и новыми технологиями, наша задача на протяжении 5-7 лет выйти на то, чтобы строительство новых живых домов в Норильске было как минимум не убыточно, а лучше бы даже, чтобы бизнес мог с этого зарабатывать, и город зажил, вот таким вот развиваясь и строить. Спасибо тем, кто руководителям технопарков, которые приехали в индустриальный парк, которые везут в территории. Мы знаем, у вас есть большой опыт проб и ошибок, успешных результатов, с которыми вы поделитесь в течение двух дней. Наша задача в эти два дня с вами создать молодые образы технопарков, которые мы планируем создать. У нас уже есть наработки и конкретные направления. Завтра у нас очень серьезная работа как раз-таки будет уже с бизнесом, с предпринимателями, инвесторами в Норильске. Мы за два дня попробуем с вами такую конструкцию создать, и мы готовы осенью уже начать проектировать, подсобрав эту концепцию в один. Спасибо всем, хорошие рабочие стратегические средства. Я хотел еще добавить, потому что очень важно действительно думать о строительных материалах, но еще важнее думать о том, какие эти строительные материалы будут и с какими свойствами для того, чтобы задавать определенные стандарты для строительства на перспективу 10-15, может быть, и 20 лет. И сегодня о технологиях мы будем разговаривать также. И очень приятно, что к нам сегодня подключились коллеги, по сути, команда с инженерным мышлением, с большим опытом реализации инновационных проектов в других регионах. Я сейчас говорю про команды Анны Валерьевны Караченковой, департамент уже озвучила инновационных технологий. У нас, скажите, пожалуйста, Анна Валерьевна в эфире, мы можем представить? Нет? Тогда я сразу передам слово Александру Юрьевичу, если можете. Расскажите немножко про направления, изменения, смотрите, изменения самого названия, это ведь изменения функций, правильно? И если можно, расскажите, какую задачу сейчас, какие задачи вам ставятся руководством компаний, и какие приоритетные ключевые направления вы видите в своей деятельности? Спасибо, Роман. Я на самом деле хотел бы поблагодарить коллегу Максиму Николаевичу, за то, что он анонсировал нашу деятельность, говоря о том, что действительно создание фенопарков, медицинентов, это место, где можно безопасно, фактически безопасно для производства, безопасно для промышленности, опробовать какие-то технологии и не бояться крови. Кстати, по-моему, вашего вопроса, действительно, изменения, изменения довольно серьезные, то есть изначально, когда говорили о инновации в компании, почему-то так традиционно сложилось, и оказалось, что это цифровая история, что это цифровая, что в целом, это же быстро, это же без затраты, поставили пару компьютеров, там что-то посчитали, нашли и дефекты для производства, для инфраструктуры, то есть вроде все быстро и просто. Оказывается, что не совсем это так происходит, что есть реальные технологии, реальные технологии материалов и требования, требования фактически заказчика. В данном случае мы говорим о том, что сегодня, мы говорим о том, что на самом деле город, это, по сути, заказчик тех материалов и тех технологий, которые необходимы для развития этой инфраструктуры, которые сейчас не существуют, то есть конодации именно применения в арктическом регионе. И, собственно, вот эта трансформация, которая сейчас происходит, мы еще в процессе нее, она и была связана с тем, что компании пришли к пониманию, что необходимо двигаться дальше, необходимо повышать, так сказать, уровень проработки продукта, который, вопустая компания, по сути, в данном губернике ассоциируется 90% случаев, новые спиталы, да, и полупродукты могут исчезнуть аккордативные применения, да, в том числе, как строительные материалы, в том числе, и основывающие вторичные ресурсы. Коллега, который еще будет на сегодняшней сессии рассказывать о тех направлениях, которые у нас в дисходном раке стратегического развития и жилой подвески, но вот это вот преобразование, оно, с одной стороны, связано с созданием продуктов, только добавленной стоимостью, да, то есть это, там, новые сплавы, да, когда мы говорим новые сплавы, нам почему-то кажется, что, ну, нержавеющая сталь, вроде как-то, да, ну, такие газовые турбины, может быть, да, жаробращающие сплавы, но нет, например, тут тот же никель, да, в стаках, он вообще повышает какой-то свой, тут хладостойкость повышает, да, то есть когда мы говорим про фактическое строительство, да, мы обязательно не забываем, что мы фактически вовлекаем продукцию, да, нашего предприятия можем отвечать на запрос тех свойств, которые нам необходимы в условиях Норильского собственного региона, да. При этом мы, конечно, понимаем, что создание большого и крупного производства и развития, да, это, да, не за один день происходит, да, но у коллег, и коллегисты, правильно сказать, что это долгосрочная инвестиция, да, то есть когда мы вкладываем все в такие вещи, да, мы не ожидаем, что эффект, да, у нас получится завтра, немедленно, да, что вот мы прям завтра все придем к 100% при цирке, да, но если мы сегодня, да, не закладываем этот фундамент, да, если мы не стартуем эти вещи с четким пониманием экономического, да, на самом деле эффекта, и, как теперь у нас обязательно, да, вот во всех практических инициативах экологического эффекта, да, я буду говорить слово экология, по-старому, да, с вашего понимания, вот, 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 вот такая инициатива просто, ну, не принимается вопрос на компании, как, ну, хорошо, заработать где-нибудь сегодня, да, а завтра вы что будете делать, вот, и вторая вот эта тема, ну, она может немножко, так сказать, вбок, да, вот, сегодняшний, но, тем не менее, с ней тесно связано, я этот пример вот эти привожу, так немножко позволю себе расслабить, да, аудиторию, это люди, да, то есть мы сейчас понимаем, что через 10 лет, да, у нас тем, кому сейчас 20, да, и мы, соответственно, 30, вот, это будут те люди, которые будут, собственно, двигателями, да, всех, всех, от того фундамента, да, то есть вы будете отстраивать к нему, а для них сейчас, ну, для никого не секрет, для поколения, там, ну, я скажу так, да, у меня с старшего лета, 10 будет, для них вот эта вот история про то, что ты делаешь для будущего, она настолько важна, что она зачастую перекрывает вообще все остальное, то есть это настолько, что это делает привлекательным, да, для молодых людей участие в подобных проектах, да, что на самом деле может также решить серьезное ограничение, да, с привлечением молодого поколения, да, с привлечением молодых людей в регион, да, то есть это тоже очень важный, я бы сказал, вопрос, который для нас, да, как для инноваторов, да, он, наверное, стоит очень остро, поскольку именно оттуда, да, наиболее острые, это наиболее свежие идеи и черпают. Александр, можно такое, если нам время позволяет, это несколько вопросов, давай, минуту, потом, минуту. Все-таки, когда мы говорим про деятельность вашего департамента, это разработка каких-то раз решений, технологий, которые дальше будут реализовывать кто? Бизнес, сама компания на риски, или же это, может, эти разработки могут, собственно, там в архиве остаться, то есть, как это будет выстраиваться, работать? В целом, значит, это паритет, да, то есть, с одной стороны, это внутренняя разработка, безусловно, да, то есть, для компании, а с другой стороны, это активное и проактивное вовлечение бизнеса, причем на стадии технологии, да, извините, менеджерским языком скажу, да, там, ТРЛ-ов, там, там, да, ТРЛ-ов, шесть, то есть, когда есть, вроде, уже понимания технологии, да, но требуется ее доработка или адаптация под существующее производство или под будущее производство, да, то есть, это паритет, наверное, если, там, оценивать наш портфель, это где-то, там, 50 на 50, или, может быть, 40 на 60 в пользу решений извне, поскольку понятно, что внутри мы будем работать в основном с текущей технологией. А есть такие, допустим, три направления, которые вы точно уверены, что вы будете в этом направлении, в этом направлении этого продукта, как по двигаться, с уверенностью? Да, есть три, наверное, сейчас направления по новым материалам, которые мы достаточно уверенно будем двигать в ближайшие 5-7 лет, это, как я уже сегодня упоминал, новый материал из плава, вот это, как ни странно, но я сейчас, может быть, поясню, это катализаторы различных химических, нефтехимических и водородных реакций, то есть это катализаторы на основе металлоплатиновой группы, которые, собственно, также являются продуктами на нигеля. И это аддитивные технологии, причем в широком смысле этого слова, то есть начиная от модной 3D-печатки металлическими брашками и заканчивая аддитивными технологиями связанными с, например, изготовлением литерных форм сложных, для сложных деталей в условиях нашего современной ситуации как измещения. Это крайне важный крайне важный бед наших разработок для того, чтобы создавать детали, которые мы традиционно привыкли закупать, реально можно происходить вполне сами, в том числе вовлекая вторичные институты. И еще один вопрос, пока меня не останавливает наградок. Можно так предположить, что сегодня ваше направление пересаживается с последних парт на передние, потому что у нас глобальные на самом деле изменения проходят сейчас в стране, и ставка на внутренние разработки она понятна, что, наверное, никого усиливается. Чувствуете вы это? Мы это очень чувствуем. Я просто приведу короткий пример. Когда мы говорим о сплавах, когда мы сделали первичный оценку, мы пользуемся, что там какая-то вообще тысяча тонн ввозится в страну, и казалось, что совершенно не нужно. Оказалось, что, например, турбины, их, оказывается, вывозят, ремонтируют и ввозят обратно. То есть все сплавы оказываются там, а их там возвращают в виде уже готового изделия. То есть это было для нас такое открытие, а это огромное значение. Вся генерация тепла, вся летающая история. Для нас это было большинство. Не то, что суббизм это понимали, но сейчас, учитывая ограничения с транспортом туда-сюда, через границы государства, это становится просто супер задачей и условий существующих. Спасибо. Спасибо. Антон Михайлович. Мы двигаемся дальше. двигаемся дальше. Коллеги, мы тогда плавно переходим, сделаем несколько акцентов на экологической тематике. С нами Георгий Константинович. Знаете, о чем бы хотелось поговорить? Мы про тему инкотехнопарка сегодня эту тему будем особо подробно разбирать и экологические полезки у нас присутствуют. Мы понимаем, что на северных территориях подобные проекты как технопарк, индустриальный парк реализовывать намного сложнее, чем в центральной части России. В центральной части страны. Рассматривается ли в комитетах Госдуме или даже предусматривается ли наша оптическая специфика при подготовке законопроектов в части ТКО? Если вырабатывается инициатива, на сегодняшний день позволяет услышать мнение следом Дмитрия Федорова, может быть мы эти инициативы предложим вам проработать с коллегами? Во-первых, спасибо большое организаторам за такое событие, которое сегодня случилось. Я в Норильске первый раз. Скажу честно, уже успели переговорить, я многим удивлен, на мой взгляд, те проекты, которые мы сегодня здесь начинаем обсуждать, они гораздо более инновационные, чем кажется на первый взгляд, на первый взгляд. «прежиссия» «мол» 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 «мол»